63 человека ответили на опрос Юрий Николаевич, вас не слышно Вот теперь Слышно? Теперь слышно Вот 65 человек уже ответили Добрый день дорогие друзья Компания Директ Медиа приглашает вас на очередной вебинар сейчас А также сегодня в 15 часов будет еще один вебинар Ссылочку я сегодня дам Уже по другим вопросам Но вы уже все знаете нашу тему Методология, написание научных статей Наш автор Сергей Александр Николаевич Гущин Сергей Григорий Селедков у нас выступает в среду по дидактике научки Исследования с отдельным вебинаром Александр Николаевич с открытым вебинаром по методологии И вы видели вступление, что он уже написал Сейчас он прокомментирует вот этот вот открытый опрос, который мы запустили до начала Я хочу всех еще раз поблагодарить за ваш интерес И среди присутствующих вижу немало знакомых уже нам фамилия и имена отчества Пригласите новых авторов в нашу студию с вашими интересными докладами Александр Николаевич, добрый день, Екатеринбург, вам слово Здравствуйте, спасибо Вообще я всем благодарен коллегам, которые нашли время Прийти записаться, как оказалось, вызывает большой интерес Но, собственно, ответы прогнозируемые Они, в общем-то, были понятны Потому что все мы сталкиваемся с этой проблемой Что надо бы сесть бы написать Но вот как-то то одно, то другое, то какая-то суета И вот мы все с этим сталкиваемся Поэтому я решил как раз такой вебинар сделать Для того, чтобы, может быть, рассказать какой-то регулярный алгоритм Какую-то регулярную методологию Для того, чтобы можно было как-то проще решать эти проблемы Связанные с тем, что приходится писать статьи И, соответственно, приходится как-то от себя выдернуть из этой текучки Из этой рутины И вот то, что как раз 41% подчеркивают Что одолевает разные мысли Но как сяду писать, так наступает ступор Или вот надо бы написать, но как-то не получается Вот для того, чтобы, да, чтобы эти проблемы решались легче Мы сейчас с вами попробуем разобраться Как они, в принципе, должны решаться Я закрываю опрос Итак, вебинар называется Методология написания статей Часть первая На всякий случай, может быть, будет и вторая Если у вас будет интерес Ну, поговорить об этом мы уже поговорили Данные опроса вы, слава, сами видели на экране И у всех одни и те же проблемы Начнем с чего Я узнал такую любопытную штуку Что психологи говорят, что есть такой синдром прокрастинации Это склонность к постоянному откладыванию на потом И здесь внизу анекдот О том, что собрание людей, страдающих от прокрастинации Перенесено на завтра Ну, собственно, вот и закон Есть такая рекомендация у психологов Когда у вас есть список дел То самое страшное и неприятное дело Нужно делать первым Потому что если вы его сделаете То обнаружите, что не так уж все и страшно И остальное будет решаться легче Поэтому Будем избавляться от прокрастинации Не будем откладывать на завтра все И второе, что я хотел сказать Вы знаете, что в футболе есть такой принцип Порядок бьет класс Это то же самое сформулированное правило Только по-другому Сформулированное правило о методологии И под методологией я понимаю вот это определение Методология – это наука об организации деятельности И, собственно, наш вебинар будет посвящен тому Как организовать свою деятельность По написанию тех или иных статей И, конечно, собственно Когда говорят, что порядок бьет класс Это означает, что человек, который придерживается Какой-то системы правил Он в целом будет более успешен Чем человек, который будет сидеть ждать Пока его там муза осенит Или там у него звезду сложится Для того, чтобы статью написать А правила, они позволяют Лучше организовать свою деятельность Итак, что такое научная статья? Научная статья – это письменное научное сочинение Второй признак, что содержит разработку определенных вопросов Третий признак отличается широтой обобщения Четвертый признак используется в учебной и научно-исследовательской самостоятельной работе То есть статья – это письменное научное сочинение И мы сейчас приступим к тому, чтобы писать Письменное научное сочинение Ну а тут нам на пороге встает Такой нехороший человек Которого звали Бертран Артур Ульям Рассел Британский философ, общественный деятель, математик Который сказал следующую фразу Демонстрация убеждает человека разумного А доказательство – упрямого Поэтому, когда мы говорим о том, что статья – это вид научного сочинения Это как раз подразумевает, что оно должно быть написано По определенным правилам, исследовать определенным канонам И в частности, научная статья должна быть доказательной Должна быть доказательной То есть допускать Все результаты, изложенные в статье Должны допускать возможность проверки Все Без исключения Если статья, конечно, соответствует критериям научности И в принципе, этот критерий позже изложил Карл Поппер Он сформулировал это как принцип верифицируемости научного знания То есть знание считается научным В том случае, если допускает возможность проверки Хотя бы даже мысленной Мысленную эксперимент И поэтому с этой точки зрения Вопрос, если Бог не является научным Не относится к категории научных знаний Потому что Бог как сущность всеобъемлющая В принципе, нельзя придумать такой способ проверить Если он есть или нет Вот И поэтому Это уже позже Карл Поппер Все это написал Он в методологии научного знания Но для нас важно, что Статья не должна быть демонстрацией Статья должна быть доказательной И научная статья пишется для скептиков Вы можете себе, когда пишете Если у кого-то хорошее воображение Представить себе вот такого старика на струбкой Который будет вас ехидно спрашивать А почему? А как? А почему? И где доказательства? Вот поэтому вы должны все доказательства Научиться все доказательства предоставлять Методика любого научного исследования Состоит из четырех этапов А это одинаково, что для диссертации Там докторской, магистерской, любой Что для научной статьи Первый этап – это выявление противоречия Второй этап – это формулирование проблемы Третий этап – формулирование гипотезы И четвертый – это доказательства гипотезы Эта схема, она одинаковая и общая для всех Я сделал… у меня есть вот такая вот картиночка На которой я поясняю, что это такое Что вот нам надо перейти через пропасть Пропасть – это то противоречие, которое вы обнаружили в научных взглядах Для того, чтобы вам по нему перейти Вам надо перебросить мост С одного берега на другой Вот мост, который вы перебрасываете Это ваша гипотеза А цель научного исследования – это пройти по вашему мосту То есть убедиться, что он выдержит вас И вы сможете перейти на другой берег На другую сторону И цель научного исследования как раз заключается в том Чтобы проверить вашу гипотезу Вот это вот наглядная такая картинка Для понимания общей структуры проблемы И поэтому в соответствии с тем Как мы расписали этапы научных исследований Первый этап – надо найти или сформулировать противоречия Для того, чтобы провести научное исследование Или написать на эту тему статью Используются типичные противоречия следующие Противоречия между формой и содержанием Между трактовкой разных понятий в разных научных школах Между необходимостью применения чего-либо И отсутствия методики его применения и так далее Но самый благодатный, обычно самый научный из научных способов Это найти противоречия между научными взглядами Разных научных школ Вот был такой Выдающийся древнегреческий мыслитель и философ Педагог Который был учителем Александра Македонского Извали его Аристотель Но не Анасис, а просто Аристотель Аристотель оставил после себя научное наследство Которое потом 2000 лет изучали люди Но у него был ряд ошибок во взглядах В частности он считал, что тяжелые предметы падают быстрее, чем легкие Что жизнь зарождается сама собой в куче грязи Он говорил, что если там бросить кучу грязных тряп К ней заведутся крысы И значит самозародится жизнь Но с ним не был согласен Галилей Это выдающийся итальянский физик Он залез на Пизанскую башню И одновременно сбрасывал тяжелое ядро и мушкетную пулю И проверял, падают они одинаково или не одинаково Получилось, что падают одинаково И вот таким образом он поставил эксперимент И соответственно проверк взгляды Аристотеля То есть сначала обнаружил противоречие А потом поставил эксперимент И в ходе эксперимента вот эти взгляды он опроверг То есть противоречие состояло в том Что один утверждал, что тяжелые и легкие предметы падают одинаково А второй утверждал, что тяжелые и легкие предметы падают с разной скоростью И вот это противоречие решилось экспериментом Который поставил Галилей Ну вот, пожалуйста, вам современный аналог То же самое противоречие Видите, два человека смотрят на один и тот же графический символ И одному видится шесть, второму девять И к этой картинке мы еще с вами потом вернемся Но смысл ее сейчас в том, что мы должны научиться Каким-то образом на современном этапе Анализировать состояние научных исследований И находить, выявлять противоречия Для того, чтобы потом их успешно разрешать в своей статье Ну, начинаем Я решил проиллюстрировать чем-то вообще самым-самым-самым невинным Самой какой-то простецкой фразой Которая мне попалась на глаза И мне попалась на глаза фраза Которая была написана, что в нашей школе Я еще добавил колледжа в УЗИ Часто проводятся веб-квесты по дисциплине И вот мы начнем с этой фразы И начнем ее регулярным образом преобразовывать Во-первых, то, что в школе проводятся веб-квесты по дисциплине Ну, это просто оценочное осуждение Если мы хотим уйти от оценочного осуждения То мы должны эту фразу перестроить И написать, например, следующее Веб-квесты как эффективный способ обучения По такой-то дисциплине Это уже будет значительно лучше Потому что здесь подразумевается Что, во-первых, слово «эффективное» Эффективно по сравнению с чем-то Значит, уже подразумевается Какое-то неявно сформулированное противоречие Или хотя бы, ну, кому не нравится слово «противоречие» Ну, противопоставление Противопоставление по сравнению с традиционными методиками И у нас таким образом в этом преобразовании Уже появляется какой-то сюжет Какой-то сюжет, какое-то противопоставление На котором мы дальше будем Уже можно дальше играть И что-то с него, с этого противопоставления получить То есть у нас получилось противопоставление Конкретно в рамках дисциплины Веб-квестов и традиционных способов обучения Дальше мы начинаем следующее Мы начинаем копать Копать, причем чуть ли не в буквальном смысле Потому что задача такая Надо показать, что вот это противоречие Или противопоставление, которое вы заметили и выявили Оно не является плодом вашего воображения Что оно не придумано Что оно существует объективно И что другие авторы тоже его замечали Какие-то высказывания на этот счет сделали И так далее И поэтому вы начинаете делать интенсивный обзор литературы Интенсивный обзор цитат С цитатами смотрите авторов Кто что на эту тему сказал хорошего То есть цель этого этапа заключается в том Чтобы замеченное вами противоречие Превратить в проблему То есть придать этому противоречию Или противопоставлению Придать масштабность Сказать, что это действительно проблема Научная проблема Которая мучила всех разных авторов И за решение которой вы сейчас взялись Методы обоснования проблемы Для обоснования проблемы необходимо Установить ценностные, содержательные, генетические связи Данной проблемы с другими проблемами Привести доводы в пользу реальности проблемы Ее постановки и решения Постараться привести сколь угодно большое число возражений против проблемы Вот на последнем я хотел бы остановиться Потому что мы часто боимся В статьях признавать Что ли, признавать или использовать Какие-то возражения Это как раз неправильно И надо поступать с точностью до наоборот Потому что Когда вы возьмете Сколь угодно большое число возражений против проблемы Приведете То вам будет легче Потому что вы их сами сможете раскритиковать Почему вы их сможете раскритиковать? По очень простой причине Потому что У вас есть цитата Которая уже записана Как говорится Что записано пером То не вырубишь топором Вот А вы владеете полным контекстом этой проблемы И всегда можете привести там возражения Еще какие-то Статистику возражений и так далее Что позволит вам Эти же возражения Которые вы нашли Заранее и раскритиковать И собственно тогда и материал подберется для статьи Вот Здесь вот я сделал примерчик Про такую схемку небольшую Про веб-квесты И про традиционные средства обучения Вот мы противопоставляем веб-квесты Традиционные средства обучения Но в контексте дисциплины Чтобы не сильно далеко растекаться мыслью То те вышеперечисленные связи Которые были на слайде Вот они здесь представлены Генетическая связь С чем обусловлена проблема Развитием компьютеров Внедрением их в практику обучения Можете взять Какой-нибудь сервис гугла И прямо вот эту тему погуглить И найти автора Которые там что-нибудь на эту тему написали Содержательная связь Это Связь можно сформулировать так Современная практика еленинга Современные методики обучения Здесь соответственно тоже Можете что-нибудь найти Из литературы Достаточно много на эту тему пишут Ценностная связь Это ценности вашей дисциплины Цели образования Тоже куча всего на эту тему написано Еще здесь нет одной такой стрелочки Которая бы Должна была Должна была быть Но я тут честно говоря Не привел на слайде Это стрелочка по статистике Еще нужны данные Нужны данные статистики О том сколько процентов школьников Обучается так Сколько процентов обучается так Чтобы показать эту проблему в динамике Ну и вот в общем Просто даже если вы возьмете Вот эти вот Вобьете в поисковую машину эти слова Вы уже там найдете Какие-то большие подборки авторов И тут самое время Использовать сервисы Гарантированные Я рекомендую Очень вам рекомендую Использовать специализированный сервис Академия Google Google Scalar Который специально предназначен Для того чтобы проводить поиск В научной литературе То есть результатом поиска Являются не все интернет Не просто интернет ссылки А результатом поиска являются Результатом поиска являются статьи Или библиографии Или цитирования какие-то Это значительно удобнее Для научной работы Для нахождения каких-то авторов Дальше Ну конечно Ринц Но еще я здесь не привел Последний самый знаменитый пример SkyHub То есть это объединение Это такой сервис Куда пользователи объединились И все кто когда-либо покупал Какую-нибудь платную статью На платном журнале Они выложили все в свободный доступ И поэтому там можно найти Конкретные статьи Он плохо подходит для поиска Вот он больше подходит для того Чтобы получать конкретные Печатные экземпляры статей И их Для того чтобы их можно проанализировать Ну и здесь вот самое время Раз вы стали использовать Такие сервисы То самое время Сделать базу данных По библиографии То есть написать название статьи Может быть ее краткий конспект Может быть просто скопировать аннотацию Потому что вам это пригодится на будущее Когда вы будете уже Когда материал у вас вот таким образом соберется Вы уже сможете из этого материала Сразу его превращать в какой-то текст Разумной статьи Вот поэтому У вас сразу получится таким образом И библиография И И какая-то содержательная часть Хотя бы на уровне аннотации статей Вы будете представлять Что сказал тот или иной автор Об той проблеме Которую вы хотите поднять В качестве Проблемы Которой посвящена статья Ну и все собственно Вот мы уже Мы уже почти что готовы К тому чтобы написать Проблемную или постановочную статью Это специальный вид статьи Где содержится только постановка проблемы И намечаются пути решения Цель такой статьи Привлечь внимание научного сообщества К поставленной проблеме То есть у вас получается Что материал у вас собран В виде мнений различных авторов Уже собран Проблема у вас уже поставлена Поскольку вот противоречие Вы сформулировали Проблема поставлена Материал собран И вам остается только Начать какую-то организационную уже работу Непосредственно по написанию текста статьи То есть вы устоите уже Все вы уже Вы уже классик Вы уже сделали большую часть работы И можете писать постановочную статью Посвященную вашей проблеме Можем вот так вот ее писать То есть написать тему Сформулировать О чем я хочу рассказать Цель сформулировать Желаемый результат задачи Способы достижения метода исследования И самое главное Самое главное вот это внизу Самое главное внизу Самое главное Это то Чему посвящена ваша статья Это уточнение научных данных Расширение и дополнение Сведений И коренное изменение взгляда на проблему Если мы опять вернемся К противопоставлению Веб-квестов и традиционных методов То наверное Тогда можно ее определить Как расширение и дополнение То есть вы приводите разных авторов Разное мнение И показываете существование Проблему Да, вот появились новые средства Электронного обучения И как они вписываются В обычную практику учебного процесса И таким образом Цитируя авторов Ставите этот вопрос Поднимаете эту проблему И пишите постановочную статью И вы классик И казалось бы Можно почивать на лаврах Но нет Вы чувствуете Что внутри вас Томится дух Настоящего исследователя Который жарко шепчет Слушай Есть идея И вы решаете Что вашу идею нужно развить И написать Полноценную статью То есть вы решили пойти дальше И не просто Постановке Не просто на уровень постановки Проблемы выйти А на уровень решения Вашей проблемы Которую вы сами себе же и поставили Научные исследования Они в принципе все так и происходят То есть мы сами себе ставим проблему А потом сами ее решаем Но доказательно так Чтобы это убеждало других И вы решили пойти дальше Разрешить противоречия И для этого решили Сформулировать гипотезу Для того чтобы разрешить противоречия Надо сформулировать гипотезу Гипотеза в научной литературе Это предположение Объясняющее сущность Возможности Свойства Причины Структуру И взаимосвязи Изучаемых явлений Откуда получить гипотезу Сейчас мы посмотрим Регулярный способ Каким образом Получаются гипотезы Вообще Во все времена Типовым методом Разрешения противоречий Которые были сформулированы На логическом уровне Был метод Который назывался Методом нахождения Неявной посылки Например Когда еще не было Даже христианства А создавалось только Тора То при чтении Тору богословы Обнаружили Что в одном месте Говорится Что зерна в пост Нельзя есть Семь дней А в другом шесть И казалось бы Возникает прямой конфликт Две Две Предпосылки Про это Не просто проблема Это действительно Уже противоречие Одного с другим И казалось бы Что Должна быть Какая-нибудь Религиозная война Но Люди поступили Мудрее Они Обратили внимание На то Что В тексте Не сказано Зерно Какого Именно урожая Нельзя есть Семь дней А какого Именно Нельзя есть Шесть дней Это послужило Неявной посылкой Которая Позволила Это Противоречие Решить И поэтому Они записали Что если Зерно Нового урожая То его нельзя Есть Семь дней А если Зерно Старого урожая То его нельзя Есть Шесть дней И таким образом Типовой метод Разрешения Неявной Вот так Работает Метод Нахождения Неявной посылки То есть Вы находите Какое-то Конкретное Положение Которое Позволяет Вам Это Противоречие Снять Сделать Непротиворечивым За счет Того Что вы Какое-то Дополнительное Условие Здесь Объявляете Для Условия Которое Является Необходимым Для снятия Противоречий Ну вот Вам Чтобы было Не скучно Вот вопрос Как Найдите Здесь Неявную Посылку Которую Сформулируете Которая Разрешает Это Противоречие Что там Заснули Все что ли Красным Что-то Я не пойму Юрий Николаевич Что подчеркнуто Не вижу Ну да Самое активное Кто придумает Хотя Хотя бы Один способ Получен Грамот Александр Николаевич Ау Ну я вот Например Затрудняюсь Ответить На ваш вопрос Я не сплю Как и наши Удаленные Коллеги Вот Подсказочку Как ответить Правильно же Говорят Что все Зависит От точки Зрения Да Правильно Все зависит От точки Зрения Не указано Так Неявная посылка Не указана С какой стороны Смотреть Совершенно верно Следующий С какой стороны Смотреть На проблему Вот Это и есть Вопрос Один Смотрит Так Второй Смотрит Так У них Противоречие Следующий Вопрос Добиться Единой Точки Зрения Поставить Лезть Вертикально Отличная Мысль А вертикально Видите Его тоже Получится Два Положения Вертикально Вверх Ногами И Наоборот Два Тоже Значения Это не Выход Одному Испорящих Перейти На другую Сторону Ну Хороший Хороший Вариант Если он Захочет Переходить Сформулировать Гипотезу С вопросом А да Надо Сформулировать Гипотезу Вы подумайте Как ее Сформулировать Так Татьяна Павловна 6 При условии Если Отлично Но При каком Условии Если Смотрим Справа То Считаем Это 9 А если Смотрим Слева То Считаем Это 6 Ну Вот Это Уже Конкретный Рецепт Конкретного Выхода Из этого Противоречия Один из Конкретных Рецептов Пишут С какой С какой Стороны Посмотреть Ну Да С какой Стороны Взять С одной Стороны Встать С одной Стороны Стола Да Это Тоже Тоже Вариант Но Тоже Вариант В принципе Разрешение Этого Противоречия Александр Николаевич Собеседникам А там Еще Вопросы Во вкладке Вопросы И там Ответы Пишут Видите Ее Ага Ну Потом Тогда Давайте Я В конце Буду На них Отмечать Уже Пишет Светлана Николаевна Если Повернуть Вверх То 6 Если Повернуть Вниз 109 Виктория Алексеевна Пишет Прислушаться Друг Другу Спасибо Продолжаем Да Ну Понимаете Вопрос Из Сирии Встать По Одну Сторону Стала И прислушаться Друг Другу Это Такие Гуманистические Выходы А в принципе У кого-то Нормальное Было Предложение Там С левой Стороны И с правой Стороны Нужно На самом деле Просто Смысл В том Что мы Должны Сказать Что Каждая Цифра Имеет Вертикальную Ориентацию Что у каждой Цифры В которой Мы пользуемся Есть Верх И Есть Вниз И тогда Соответственно У нас Эта проблема Решит Да Правильно Совершенно Задать Кто-то Тут Написал Задать Условие Систему Координат Да Это Совершенно Правильно Правильная Мысль Да Можно Нарисовать Точку Внизу Цифры Да Тоже Правильно Задать Условие Да Татьяна Николаевна Сказала Систему Координат Ну вот Примерно Таким Образом Вы должны Сформулированную Вашу Проблему Сформулированную Проблему Таким Образом Примерно Решать То есть Вы должны Какое-то Какое-то Утверждение Высказать Какую-то Гипотезу Которую Потом Вы будете Сами Доказывать Что Использование Вот этой Гипотезы То есть Использование Либо Системы Координат Либо Правило Чтобы Поставить Цифру Либо Ориентацию Оно Снимает То Противоречие Которое Здесь Показано Ну и В принципе Если вы Возьмете Литературу Там Написано Различные Виды Гипотез Они Уже Тоже Систематизированы Классифицированы И Я Высказал Вот здесь Несколько Гипотез Которые Являются Типовыми Для Литературы Что-то Влияет На что-то В том Случае Если Предполагается Что формирование Чего-либо Становится Действенным При каких-либо Условиях Что-то Будет Успешным Если Предполагается Что применение Чего-либо Позволит Повысить уровень Чего-либо И Можете Совершенно Спокойно Взять Цепочку В Квест Традиционные Формы Обучения Вставить Посередине Вот эту Гипотезу Одну Из тех Которые Вам Понравятся И Собственно Вот это Будет Гипотеза Вашей Статьи И Собственно Эту Тему Можете Дальше Развивать Эту Тему Развивать И Приводить Аргументы Ну После Этого Собственно Для того Чтобы Доказать Гипотезу Нам С вами Надо Выбрать Методы Методы Бывают Разные Методы Бывают Во-первых Двух Классов Первый Класс Методов Называются Эмпирические Методы И Они Предназначены Для Сбора Первичной Научной Информации Для сбора Фактов Здесь Входит Эмпирические Методы Наблюдения Измерения Эксперимент Описание Сравнение Количественный Анализ Опрос И тому Подобное Это Эмпирические Методы Это Первичные Методы Которые Предназначены Для Анализа Научных Фактов Сбора И Анализа Научных Фактов И Следующие Это Методы Вторичные Это Методы Обработки Анализа Синтез Индукция Едукция Анализ Систематизации Классификации Самая Популярная Тема Это Классификация То есть В науках Которые Относятся К гуманитарному Типу Например Педагогика Там Архитектура И прочие Такие Науки Там Чаще всего Используется Систематизация И классификация Они Любят Это Делать И Даже Педагогика Она Вся Состоит Собственно Из Классификации И Систематизации Самые Простые Опять же Методы Которые Для нас Нужны Это Методы Чемпиона Метод Опроса И Метод Наблюдения Если Мы Используем Метод Опроса В первом Случае Вы В статье Напишите Что Результаты Проведенного Опроса Амкета Приведена В приложении Показали Что И поехали Наблюдение Можно делать Двумя Способами Наблюдение Стандартизованное И наблюдение Нестандартизованное Наблюдение По Стандартизованным Признакам Вы Берете Какую-то Систему Признаков Например Там Она Достаточно Большая Может быть И разнообразная Например Сколько Учеников У вас Выполнили Даже Оценка Собственно Говоря Оценка Которую Вы ставите За выполнение Это тоже Можно Рассматривать Как метод Наблюдения Наблюдение За качеством Знаний Вы можете Рассматривать Другие методы Например Сколько Времени Ученик У вас В классе У него Сосредоточено Внимание Или еще Какие-то Такие Можете Использовать Неформализованные Методы В этом случае Вам Вы скажете Что в целом Использование Веб-квестов Показало Что у учащихся Что-то улучшилось И приведете Пару историй Пару примеров Характерного поведения История Мальчика Пети У которого Все было плохо Но который Стал Использовать После того Как он Познакомился С веб-квестом И у него Все стало Хорошо Улучшилось Усилилось И так далее Это Подтверждается Конкретными Историями То есть Вам надо Просто записать Как Вот медики Заводят Карточку На больного Примерно Так же Вы там На несколько Человек Можете завести Такие карточки И записать Свои наблюдения По ходу Обучения На вашей дисциплине Либо Можете Использовать Формализованные Наблюдения Можете Ту же самую Динамику Оценок Вот Или какие-то Другие Признаки Ну и все Уже пора Насладиться Плодами Умственных Трудов Уже В полной Мерия Так сказать Пожать Эти плоды То что мы сделали Тех усилий Которые мы затратили На подготовку Сбор материала И подготовку Статьи Вот это структура Научной статьи Но Перед этим Перед тем Как начать Непосредственно Писать Научную статью У многих Есть две проблемы Есть проблема Мотивации Но я говорил Что мы В самом начале Что мы Решили бороться С прокрастинацией С откладыванием На завтра Всего И садимся Прямо сейчас Ну и вторая проблема У многих Наступает страх Перед чистым Чистым листом бумаги То есть Они садятся И не знают Что писать Вот В этом случае Психологи Рекомендуют Следующее Первое Начать писать На оборотке Не на компьютере Даже А взять руками И на оборотке Чтобы не было впечатления Такого Чистого Листа Тут Какой-то вопрос Который Я не понял Результаты От итогов Чем отличаются Не совсем Я этот Понял вопрос Ну потом Если захотите Автор Еще задаст Вот Кроме того Вы вспомните Что у вас Уже есть Большой задел По этой работе У вас Уже есть Картотека Где собраны Цитаты Авторские У вас Уже есть Сформулированная Вами Гипотеза И поэтому В данном случае У вас Такой Сильные Проблемы Что Вот там Вам надо Просто что-то Вот как писателю Да С чистого листа Написать У вас Такой Проблем Это уже Нет Значит Здесь Достаточно Полно Сформулированы Вот эти Вопросы И мы Сейчас Я покажу Как на них Можно отвечать Значит Вот идеальная Структура Статьи Тоже Здесь Показана Статья Должна быть Как песочные Часы То есть Начинается С постановки Глобальной Проблемы Потом идет Большая Проблема Потом Конкретная Потом Вот это Узкое горлышко Это ваши Непосредственные Результаты С конкретными Выводами И потом Мы опять Выходим На связь С большой Проблемой И с глобальной Проблемой Вот такая Вот структура А вот здесь Вот вы имеете Результаты Итоги А Да Сейчас мы До них Дойдем И посмотрим Что там Что с ними И чем они Друг-другой Отличаются Увидеть Сейчас Первое Пишите Введение Для того Чтобы Написать Введение Вы должны Прямо Ответить На вот Эти Вопросы Которые Здесь Перечислены В списке Вопрос Первый Почему Эта проблема Важна Это когда Мы формулировали С вами Противоречие Вы должны Были уже У вас должна Получиться Внутренняя Убежденность Что она Да Она важна По крайней мере Вы набрали Картотеку Целую Днение Авторов И можете Хотя бы Через Апелляцию К авторам Сказать Да Она важна Потому что Такой вопрос Поднимали Многие люди Их очень Интересовало Вот они Там Сделали Второе Каким образом Данное изучение Относится К предыдущим Работам По этой теме Если Другие Аспекты Данного Исследования Были Представлены Ранее То чем Отличается И как Работа И как Основывается На них Это Вы тоже Отвечаете На основании Той Картотеки У вас есть Вы можете Сказать Что Такой-то Похожей Проблемой Занимался Вот такой-то Человек В конце Концов Вы внесли В нее Там Много А Много У вас Всегда Есть Потому что Вы действуете В контексте Своей дисциплины Вот Вы всегда Можете Сказать Что Вот Я Рассматривал Там Конкретно Такую Ситуацию Каковы Первичные И вторичные Ну здесь Про вторичные Гипотезы Говорится Ну можете На это Не обращать Внимание У вас Есть Одна Гипотеза И ее Хватит Какова Гипотеза Вашего Исследования И опять же Если есть Ссылки На теорию Или нет Как Соотносятся Друг с Другом Гипотезы И схемы Проведения Исследования Здесь Под схемами Проведения Исследований Подразумевается Методика То есть Те методы Которые Вы Использовали И вы В принципе Можете Сказать Что Вы Использовали Вот такие Методы Но Можете И Вопрос Про схемы Можете Пропустить Дальше Каковы Теоретические И практические Выводы Исследования Тоже Вкратце Говорить О том Что Это Позволит Нечто Такое Объяснить Или Нечто Такое Показать Ну Отначально Типовые Типовые Обороты Грамматические Для Того Чтобы Начать Исследование Как Отмечает Целый Ряд Исследователей Следует Различать Осмысление Предмет Речи Позволяет Провести Анализ Того-то В отличие От классификации Какой-то Я Сделал Того-то В рамках Какого-то Подхода К изучению Или Анализу Того-то Рассматриваются То-то Предмет Речи Все чаще Привлекает Себе Внимание Того-то Или Того-то И тех-то И тех-то Под предметом Речи В широком Смысле Понимается То-то Одним Из ярких Примеров Воплощения Воплощения Да Когда Сказитель Говорил Зачин Вот Вам Целый Набор Этих Зачинов Можете Выбрать А Антиплагиат Здесь Ни при чем Потому что Вы же Говорите Типовую Фразу Что тут Может Сделать Антиплагиат Антиплагиат же Тоже Нельзя Применять Как бы Сказать Слепо И бездумно То есть Я читал Такой Эксперимент Что взяли Сочинение Пушкина И Пропустили Его через Антиплагиат Он сказал Что у Пушкина 80% Плагиата Все равно Там Есть Разумная Грань Они Отличают Вот эти Типовые Научные Обороты Потому что Дальше У вас Свой Материал Пойдет Вот еще Ряд Вот таких Типовых Вам Зачинов Исследования Проведенные Там Показывают Что В работах Таких Было Показано Что Исследования Чего Показывают Такой Предмет Речи Фиксирует Многозначность Трактовок Рассмотрим Стереотипы Категория Того Нашла Отражение Большой Интерес Вызывает Там Еще Что-то Как Показал Анализ Под предметом Речи Мы все чаще Понимаем То-то Изучив Работы Современных И так Далее Ну В общем Это Типовые Такие Фразы Которые Может быть Вам Проще Взять Какую-нибудь Фразу Выбрать И Начать Писать Введение Тем более Что и фраза Типовая У вас Есть И мнения Авторов У вас Собраны Вот Остается Только Систематически Это Все Оформить Дальше Раздел Статьи Методы В разделе Статьи Методы Вы пишете Что исследуем Объекты Субъекты Участники Почему Отобраны Именно Они Эти Объекты Или Субъекты Или Образцы Какими Методами Проводилось Исследование Фиксация Наблюдение Опрос Размер Выборки Сколько Отобрано Объектов И почему Описываем Подготовку Исследования Была ли Предварительная Подготовка Материалов И какая И описываем Схему Исследования Последовательность Действий При проведении Исследования И что Планировалось Получить Вот Такой Раздел Методы Раздел Методы Кстати Очень важен Потому что Это как раз Коренное Отличие Чем Отличаются Западные Статьи От Статей Наших Авторов Потому что Наши авторы Пишут Статью Методом Потока Сознания То есть У них Все Не структурировано А вот Какая Структура Работы У зарубежных Авторов Вот Давайте Вернемся Вернемся Вот сюда Вот Вернемся Вот сюда Вот это Как раз Структура Научной Статьи Для Зарубежных Авторов Она состоит Это Так называемый Гембрат И Интродакшн Метод Резал Дискашн Вот Ну и Она Здесь Чуть Более Подробно Анотация Введения Результаты Обсуждения Дискуссии Итоги Благодарности И приложения Это Как раз Та Типовая Структура Работ Которая Используется Для Публикации В Зарубежных Зарубежных Журналах Ну так вот Методы Дело в том Что Наши Советские Российские Статьи Они Отличаются Двумя Качествами Первое Качество Что Они Имеют Характер Не Структурированный И Как правило Автор Пишет Действительно Как Хороший Литератор Поток Сознания Такой Идет Сплошной В Котором Невозможно Разобраться А Значит Требования Зарубежных Всех Изданий Чтобы Изложение Было Структурировано То есть Чтобы Были Заголовки Чтобы Они Понятным Образом Назывались И Заголовки Чтобы Были Вот Такие Как Показано Выше Ограничение На Количество Страниц В статье Зависит От Конкретного Издания Это Уже Вопрос Конкретного Журнала Общих Ограничений Типовых На него Типовых Нету Но Считается Во-первых Там Все-таки Считается Что Хорошая Статья Должна Содержать По Объему Значительно Больше Чем Наша Она Обычно Содержит От 20 До 40 Тысяч Слов Не Знаков А Слов И Как Минум Хорошим Тоном Считается Если Там Больше 20 25 Ссылок Библиографических Ну Конкретные Требования Еще раз Повторяю Зависит От Журнала Это Такие Общие Дальше Раздел Статьи Результаты Здесь Вы Приводите Собственно Результаты Исследования Которые Призваны Доказать Сформулированную Гипотезу И Результаты Всегда Проверяются Представляются В проверяемой Форме И в Объективированной Форме То есть Это Таблицы Это Диаграммы То есть Какая-то Форма Должна Быть Представление Результатов Которое Их Объективирует Это Первое Второе Самое Важное Здесь Черным Шрифтом Это Выделено Следует Упомянуть Все Соответствующие Результаты В том числе Те Которые Идут Вразрез С ожиданиями Также Следует Указать Незначительные Эффекты Или Недостоверные Выводы И если Теория Предсказывает Большие Статистически Значимые Эффекты В общем Смысл Того Смысл Это О том Что Не следует Умалчивать О Неудобных Результатах Вот Здесь Как раз Специально По этому Поводу И показаны Вот эти Рисуночки И человек Который Ну Не имею Что-ли Опыта Такого Он бы Вот только Бо его Привел И Остальное Выбросил Вот здесь Вот Результат Хороший Следующая Картинка Б Результат Хороший Кучность Высокая Вы знаете Что у Стрелков Кучность Очень Ценится А здесь Вообще Результат Отвратительный И вроде Бо человек Без Такого Опыта Он бы Только Вот эти Вот Привел Картинку А все Остальное Выбросил Вот это Как раз Неправильно Вот это Как раз И это Как раз Как не Надо Делать Потому Что В науке Ценятся Не только Положительные Но и Отрицательные Результаты Потому Что Любой В том Числе Отрицательный Результат Представляет Почву Для дальнейшего Обсуждения Для дальнейших Разумий Раздумий Для дальнейшего Написания Статей И Поэтому Точно Так же Как я Говорил С постановкой Проблемы Не стесняйтесь Приводить Результаты Которые Противоречат Умения авторов Которые Противоречат Вашей Гипотезе Точно Так же Не стесняйтесь Приводить Результаты Которые Не укладываются В ваши Первоначальные Предложения Потому Что Потом Будет Что Обсудить Вопрос Тут Сколько Опубликованных Статей Вак И Линс Должно Быть Перед Защитой Ну Я Сейчас Точно Уже Я Честно Говоря Регламенты Защиты Давно Не смотрел Ну По-моему Для Кандидатской Что-то Не знаю Юрий Николаевич Наверное Лучше Скажет Для Да Вот Подсказывает Что Три Должно Быть Статьи Для Кандидатской Диссертации Для Докторской Диссертации Это Немножко Выходит За предмет Нашего Сегодняшнего Обсуждения И он Больше Касается Тех Советов И тех Руководителей Диссертационных Работ Научных Руководителей С которыми Вы работаете И там Требования Могут Отвечаться И потом Какая Работа То ли Докторская То ли Кандидатская Тоже Разные Требования Поэтому Давайте Дальше Двигаться Вот Раздел Статьи Как раз По дидактике Научных Исследований Профессор Сидитков Будет Выступать И отвечать На эти Вопросы У нас И еще У нас И специальный Курс По Написанию Диссертации Доктора Логачевой Натальи Модестовны А Александр Николаевич Говорит Совершенно Конкретную Вещь Именно Про То Как Написать Да Я На сущность Процесса Больше Ориентирован Вот Следующий Это Раздел Статьи Это Обсуждение Раздел Обсуждения Следует Начать Четким Заявлением С подтверждением Или Опровержением Ваших Оригинальных Гипотез Которые Были Разделены На первичные Или вторичные Ну пока На первом этапе Можете Первичную Гипотезу Использовать Но по крайней Раздел Обсуждения Начинается С того Что Вы Пишете Подтвердилась Или Нет Ваша Гипотеза Причем Если Вы пишете И в том Статью Статью Если Какими-то Рамками И Надо Подводить Что Вы За Эти Рамки Не Вышли И Завершить Раздел Обсуждения Следует Обоснованным И Оправданным Комментарием О важности Ваших Выводов Этот Заключительный Раздел Может быть Кратким Или Обширным При Условии Что Он Обоснован Автоном Не Содержит Преувеличений Помните Мы Рассматривали Песочные Часы Вот Эта Часть Как раз Относится К Завершающей Части Песочных Часов Когда Вы Свою Маленькую Проблему Выводите На Проблему Большую А потом На Проблему Глобальную Ну И Раздел Итоги Раздел Итоги Он Содержит Две Составляющих Первая Часть Это Констатирующие Которые Замыкают Постановочную Часть Статьи Да То есть Вы Говорите Что В данном Разделе Подводятся Итоги А вторая Часть Результативно Аналитическая То есть Вы Здесь Можете Сделать Обобщение Либо Сделать Оценку Всего Ряда Исследований По Данной Проблемы И Можете Сопоставить Данные И Вывести Следствие Но По крайней мере Формулировка Выводов Которые Здесь Приводите Должна Иметь Однозначное Толкование Сейчас Вот И Последнее Заключение Вот В разделе Итоги В разделе Итоги Вы Можете Использовать Вот этот Набор Фраз Обобщая Выжесказанное Можно утверждать Что Исходя Из Результатов Полученных В процессе Проведения Анализа Можно Сделать Вывод О том И так Предметом Речи Является То Как мы Видим В данном Случае Происходит То Таким Образом Как показал Анализ В каждом Из Приведенных Предметов Речи Отражен То Думается Как в Результате Анализа Как было Отмечено И так Далее Вот Вы Выбираете Из этого Списка То Что Вам Больше Всего Подходит Еще Одна Особенность Статей Которые Пишутся В заграничное Издание Является Раздел Благодарности У нас Как-то Научная Этика Она Прямо Скажем Хромает Благодарности Друг Другу Никто Не Пишет А На Западе Это Является Обязательным Разделом Особенно Если Вы Пишите Статью В рамках Какого-то Гранта То Вы Тогда Обязательно Называйте Номер Гранта И Пишите Благодарности Коллегам За Их Работу Ну Все Остается 5 минут Дальше Проверяем Заголовок Чтобы Он Был Понятен Информативен Презентабель Наконично Отражал Суть Статьи Соответственно Литературной Нормой Побуждал Прочесть Статью Потом Не надо В заголовке Причастных Оборотов Абревиатуры Частности Подробности Многословности Потом Отдельная Проблема Это Перечисление Соавторов Их Можно Перечислять По алфавиту По степени Научных Заслуг Там В прямом Порядке В обратном Порядке После Этого Аннотация Тоже Важная Часть Статьи Тоже Вот здесь Начало Аннотации Рассматривается Ну и Публикационный Цикл Который Есть В журнале И самое главное Все Казалось бы Вы все сделали Можно почивать На лаврах Но нет Вы чувствуете Что внутри вас Тонится Дух Настоящего Исследования Исследователя Который Жарко Шепчет Слушай У меня Есть Идея И начинаете Новую Статью Давайте Теперь Вопросы Как Вы Относитесь К индексу Хирша Понимаете Как только Система Очень простая Так же Как любому КПИ Экономисты Знают Такую Вещь К Перформанс Индекс Как только Вводится Какой-то Показатель Формальный Люди Сразу Начинают В него Играть И сразу Находят Способы Его поднять До немыслимых Величин Вот Поэтому Человеческая Природа Здесь Никак Ее нельзя Преодолеть И поэтому Если Не платить Зарплату Согласно Индексу Хирша То неплохо Отношусь Если платить Зарплату По индексу Хирша То плохо Вот так Научная Публикация Это результат Анализа Проведенной Научной Работы Вы согласны С этим Нет ли Подмены Научной Работы Написанием Научной Статьи Ну В данном Случай Как раз Весь Вебинар Как раз Был Посвящен Тому Все-таки Чтобы Как не писать Чисто научную Статью А все-таки Провести Какую-то Хотя бы Минимальную Научную Работу Вот В настоящее время Очень сильно Критикуются Гуманитарные Педагогические Науки Какие Особенности Имеет Статья Для научного Журнала По гуманитарным И педагогическим Наукам Никаких Не имеет Вот как ни странно Вы не поверите Никаких Не имеет Потому что Та же самая Структура Имрат Те же самые Эксперименты То есть В виде Опроса В виде Наблюдения И Поэтому Она Ни по структуре Ни по методике Ничем Не отличается Это Критикуют Как раз Те статьи Которые Отличаются По структуре И методике От естественно Научных Как бороться С плагиатом Другие люди Из Украины Казахстана Дважды Писали Одну и ту же Мою статью Практически Без структур Что делать Ну если У вас Есть авторство Подтверждено Ваше Что вы написали Раньше Эту статью Я не знаю Вообще Что Не очень Не понятен Смысл Этого вопроса Потому что Если бы Это был вопрос Какой-то Коммерческий Авторского Права Можете Подать на них В суд И свои права В суде Отстаивать Потому что Вопрос Что делать Он предполагает Что у вас Какая-то Есть цель Для чего Вы хотите Это Вот Я вашу цель Не знаю Но вот Говорю Что если Хотите То можете Подать на них В суд Чтобы восстановить Ваше Авторское Право Скажите А куда Можно Отправлять Готовую Статью И как Ее Юрий Николаевич Тут немножко Окошко Можно Уменьшить Я Вопросы Не вижу Видно Нет 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 Мне еще Закрывает Вот Я вот Так Сделаю Здравствуйте Скажите Куда Можно Отправлять Готовую Статью И как Ее Проверить На Плагиат Ну Во-первых Кстати Куда Отправлять Научную Статью Прежде Всего Вы Имейте Ввиду Что Все Большие Зарубежные Научные Журналы Принимают Статьи Бесплатно И поэтому Вы Прежде всего Смотрите Бесплатный Журнал Бесплатные Журналы Как правило Они более Качественные Во-вторых Есть же Если вы Зайдете В тот же Скопус Тот же Там Есть Специальные Сервисы Которые На основании Которые Подберут Вам Журналы Нужной Тематики Вот Их Надо Только Запустить И Ввести Аннотацию Вашей Статье И Название Ну Это Если Вы Зарубежный Журнал Отправляете Если В наш То Возьмите Этот Сейчас В ринце Серси Russian Science Index Можно Туда Отправлять Какие Тоже Александр Николаевич У нас По времени Сейчас Наступается Уже Следующий Вебинар Нам Пора Подводить Итоги И Я знаю Что Вы Планируете Вторую Часть Этого Вебинара Правильно Ну Я Всякий Случай Написал Часть Первая Если Вопросы Будут То Да Наверное Давайте Так Готовим Меня Поддержат Вы Просто Блестяще Раскрываете Все Эти Моменты Управления Самоуправления Самоорганизации Это Интереснейшей Теме Которую За Один Часть Очень Трудно Осветить Я Предлагаю Просмотреть Второй Вебинар Допустим Через Недельку Только Не знаю Будете Либо Делать Его Платным Или Бесплатным Потому Что Мне Уже Неудобно Просить Вас Работать На Общество Бесплатно Ну Тут Я подумаю Юрий Николаевич У меня Только Одно Условие Одно Условие Есть Я Мог Бы Сделать Но Мне Надо Каким То Образом Вот Эти Вопросы Все Стопировать Вопросы Во-первых Они Есть Вот Они На Экране Видите Вопросы Нет Как В Электронном Виде Обязательно Спросить Уважаемые Коллеги Вторая Часть Готовится Оказывается Плац Проблем Гораздо Шире И Интереснее Несмотря На То Что У нас Есть Специальный Онлайн Курс Двух Дартеров Именно По Дидактике Научного Исследования По Методологии Научного Исследования И Вот Александр Николаевич Берет Совершенно Узкую Нишу Психологию Методику Технологии Написания Авторской Научной Публикации Это Очень Здорово Кстати Александр Николаевич Является Очень Активным Пользователем Онлайн Систем Правильно Александр Николаевич Активнейшим Он Преподает С Применением Онлайн Технологии И На основе Этого Опыта Сам Публикует Новый Научный Материал Я Поэтому Сегодня Приглашаю Вас 15 часов По московскому Времени Вот На Этот Мастер Класс Где Покажем Как Можно За Кратчайшее Время Создавать Новые Педагогические Они Жи И Научные Результаты В вашей Работе Как Основу Для Ваших Новых Научных Публикаций Так Как Делает Александр Николаевич Берет Технологию Берет Студентов Наращивает Результат И Пишет Новые Интересные Статьи Я Мы вам вышлем информацию Александр Николаевич Вам на подведение Итога Две Минуты Назовите Пожалуйста Лучших Сегодняшний день Кому Вы Вручите Грамоту За активность За вопросы За активность Я бы Вручил Грамоту Федорову Александру Ивановичу Он задал Больше всех Больше всех Вопросов Которые Были Сейчас Посмотрю Вот здесь В чате Мне понравилось Когда мы Обсуждали Противоречия Если Вы Вспомните После окончания Вебинаров Мы Не против Вот сколько Вы скажете Постфакту Мы столько И грамот Разошлем Именные Грамоты От компании Директ Медиа С подписью С печатью Красивые Грамоты Ладно Хорошо Я тогда Как будет доступна Запись Я тогда Посмотрю И скажу С грамотой За креативность Спасибо Презентация Коллеги Будет выставлена Также по почте Ее можно скачать В папке Вверху Показать ресурсы Она Спокойно Скачивается Заключительное Слово Александр Николаевич Все таки За вами И прощаемся Ну Коллеги Еще раз Хочу Сказать Всем спасибо За то Что вы нашли Время Пришли Как оказалось Эта проблема Действительно Всех интересует Я постарался Больше Все таки Внимание Уделять методике Еще раз напоминаю Что это методика Способ организации Деятельности То есть Как организовать Свою деятельность Для того Чтобы успешно Писать Какие-то Научные статьи И рад Что у вас Эта постановка Проблема Вызвала Такой Интерес Спасибо вам большое Александр Николаевич Спасибо Это просто шикарно Уважаемые коллеги Спасибо вам За вашу активность Всего доброго До свидания Ладно До свидания Спасибо